лютует в беларуси засуха и я для опыта решил приехать и проверить возможен ли рост каких-либо грибов в засушливый период видимо начинается вторая волна смотрите какой эталонный прям среднего размера высочайшего качества золотистый боровичок смотрите какие ноги подрезали сколько бы мы оставили бы плодового тела в земле и как же я был удивлен то что в мою копилку отправляется еще одна грибница по золотистому боровику лимонного цвета под шляпкой стоит очередной золотистый боровик дорогие друзья всем привет вы на канале грибник бай лютует в беларуси засуха и я для опыта решил приехать и проверить возможен ли рост каких-либо грибов в засушливый период и вы знаете попадается молоденький золотистый боровичок вот он как выглядит и судя по тому какой у нас грибок по размеру видимо начинается его вторая волна вторая стадия вторая фаза роста что не может не радовать и если мы пройдем немного вперед мы также увидим что стоит еще один грибок вот он какой чуть чуть побольше вот поэтому это радует и как еще раз я повторюсь в прошлом фильме рассказывал что эти грибочки имеют прям на срезе шляпку и ножку именно такую как будто бы из нее сочится соки вот я сейчас беру хотя бы хотя у нас и засуха однако ножка очень такая даже влажная вот ну здорово посмотрите вот открытые участки которые прям как сковородка я бы сказал на солнце дневная температура достигает выше 30 градусов и это не мешает расти грибам вот поэтому давайте пройдемся и посмотрим может быть нас ждут успех и вот подтверждение моих слов в том что видимо начинается вторая волна вот какой молоденький бочонок с довольно глубокой ножкой вот какой красавчик да ну прям если честно очень испытываешь огромное удовольствие в сборе этих грибов потому что как я говорил они для нас экзотически первые упоминания о сборе этих грибов республики беларусь у нас были в 2018 году в бресте и сейчас многие писали то что в бресте сейчас вообще прям очень много очень много и еще одна из версий того что эти грибы распространяют свой рост именно с невероятной скоростью тем самым вытесняя другие виды грибов в этом точнее на этом участке у меня еще растут боровики сосновые сосновый вид белого гриба вот и с каждым годом их становится все меньше и меньше видимо виду того что все-таки золотистый боровик их вытеснять но это одна из версий вот по дороге дыну расскажу такое наблюдение вот видите еще один стоит грибок знаю эти грибницы постоянно я их навещаю на наличие именно золотистого боровика в определенный период растет он как и летом растет он и в августе месяце и в октябре и даже может попадаться в ноябре вот поэтому несмотря на засуху давайте поищем золотистые боровики да и остальные грибы вот в таких местах попался одиночный золотистый боровичок и давайте посмотрим как у нас растут они вот под этой сосной смотрите какой эталонный прям среднего размера высочайшего качества золотистый боровичок вот в этом сезоне это один из скажем так самых красивых внешне золотистых боровиков которые я находил давайте мы с вами посмотрим как за этой сосной стоит еще один грибок вот вот он с какой красной шляпкой посмотрите добраться бы до тебя ветки ноги конечно них очень глубокие прям уходят смотрите какие ноги сик мы подрезали сколько бы мы оставили бы плодового тела в земле вот прям мясистые вот за ножку берешь она такая прям аж сочится давайте покажу вам впереди как у нас растут золотистые боровички просто уже здесь пробежался посмотрел где не как растут вот маленькие подтверждения словам тому что новый слой идет видите вот малыши стоят малышки вот такие и вот еще два грибка знаете братья их не буду честно не буду может вот этого только заберу для меня абсолютно нет никакого резона так обзовем это чтобы собирать такие маленькие грибочки да есть блогеры которые прямо готовы с мицелием все по вырывать но смысла я в этом не вижу вот я постараюсь за ними приехать через пару дней посмотрим зарастут они либо нет прошлом фильме грибок который я оставлял его забрали однако рядом с ним нашел два новых вот поэтому оставлять для меня грибы на подрасти даже если их заберут другие грибники вполне нормально несмотря на засуху грибочки есть немало то что они есть так они еще и чистая это не может не радовать здорово решил переехать в другое место и как же был удивлен то что в мою копилку отправляется еще одна грибница по золотистому боровику навещал я ее не то чтобы ее а это место несколько лет и гриба я здесь не встречал однако 2022 год точнее в 2022 году грибочки появились вот такие некрасивые вот какие они несистые ух какие ноги смотрите какой ух прям гигант такой опять же с влажной шляпкой с влажной ножкой такие прям очень очень тяжелый гриб и давайте повернемся немного другую сторону где стоят грибы побольше это говорит о том что эти грибы либо никто не обнаружил либо и все-таки не собирают знаете многие писали что да это маховики да это польские грибы нет абсолютно это не польские это не маховики я покажу вам сравнение в октябре когда эти все грибы выйдут вместе как грибок у нас уже остался в прошлом давайте мы достанем его положим на веточку для того чтобы он свои споры разбрасывал вот а мы заберем вот эти грибочки переложим их в корзину и пойдем поищем еще поднялся ветерок стало довольно комфортно ходить и увидел я друзья 1 золотистого боровика но я думаю они-то по одному не растут если честно это правда по одному они не растут и каково было мое удивление когда я обнаружил здесь довольно массовость этого гриба вот здесь спрятаться прям у подножия опавший сосны здесь какой красивый какой приятный цвет у этого золотистого боровика вот недаром его и называют потому что по шляпочкой видите как у него красиво губка выглядит вот и смотрите дальше вот еще парочка грибков сыроежками сыроежки видите повысыхали просто повысыхали а золотистому боровику нипочем вот смотрите прям молоденький маринадный вариант и учитывая сколько я собрал это что обнаружил сейчас с полной уверенностью могу сказать что сегодня мы попробуем их впервые точнее я их попробую замариновать смотрите какая красота к здесь парочка золотистых боровичков вот они такие пробежался по лесу параллельно смотрю грибы вы знаете высохла просто все просто все от слова совсем повысыхала и каково я говорю было мое удивление то что выстояли золотистые боровики он у нас опять же сломанная старая сосна за который стоит еще несколько грибов вот ну если честно такую массовость еще я не видел честно слово такую массовость золотистого боровика я вижу впервые и по первому месту я могу сказать что они растут строго по одними тем же грибницам строго по одними тем же грибницам где я собирал в прошлом фильме вот сейчас прошла неделя точно также они растут на одних и тех же местах и вы знаете то что эти грибочки мы будем собирать даже с вами поздний поздний осенью давайте выложу все в одно место очищу и покажу ну и как он такая батарея из золотистого боровика вот видите все грибочки чисто я если честно очень поражен в том что засуха 30 плюс температура и грибы все равно все чисто не влажные они идеальны прям очень красивые поэтому всем вот таких эмоциональных сборов я желаю вот а мы перекладываем в корзинку и посмотрим может быть нам еще что-нибудь попадется так очередной маленький грибок у нас стоит вот он какой глубоконогий прячутся не знатно во мху впереди мы с вами видим грибок который довольно взрослый вот он такой не знаю посмотрим посмотрим может быть на сушечку мы его и заберем он крепкий не знаю пока не буду ничего про него говорить посмотрим потом очищу и примем решение посмотрите такого лимонного цвета под шляпкой стоит очередной золотистый боровик слушайте ну и прячутся то у них ноги смотрите какая клюшка смотрите какая клюшка у нас золотистого боровика ну конечно цвет под шляпочкой очень приятный очень приятный такой лимонного цвета ножка ну и опять же подчеркну очень тяжелые грибы где вы ребятушки берете влагу я не знаю ну во мху скажите где мог такой я бы не сказал бы что прям вообще сверх сухой но он видимо это маховая подушка создает барьер для того чтобы влага аккумулировалась и из нее точнее благодаря ей росли вот такие грибы здорово перекладываем и движемся дальше переехал я в новое место чтобы проверить еще одну грибницу и вы знаете стоят стоят наши золотистые боровички и какой вывод я делаю они мало того что спустя несколько недель так они из года в год растут под ними тем же грибницы вплоть до нескольких метров то есть все зависит только от массовости этот грибок вот прям как многие сейчас актуально ставят геометки точки вот прям наставил точек и ходи собирай золотистые брючки вот они какие классные сейчас во время похода звонил мне друг канал называется дневник грибника дмитрий который сказал что в бресте прошли поливные проливные дожди и это спровоцировало рост массовый рост белых грибов и подосиновика белоножкого если кто-нибудь смотрит с бреста подскажите так ли это на самом деле вот ну а мы же ждем ждем свою волну потому что все основные свои сборы друзья я вам покажу немножко позже ну и вот такой итог по сбору канадского золотистого боровика у меня сегодня получился вы знаете радует одно это его стопроцентная чистота также очень радует появление маленьких грибочков следовательно слой еще у нас будет впереди вот но мы же будем с вами прощаться лайк подписка по желанию комментарии ваше распоряжение вам всех благ и вот таких грибных урожаев до новых встреч